МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа «Республика». В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Новые партнеры, перспективные проекты. Глава Чуваша и Михаил Игнатьев участвуют в работе инвестиционного форума в Сочи. Первые итоги, как начался год для чувашской промышленности, обсудили члены правительства. На льду настоящие мужчины, члены правительства и сотрудники администрации Чебоксар, встретились на хоккейной площадке. В Сочи открылся российский инвестиционный форум. В эти дни в медиа-центре Олимпийского парка работают десятки площадок, на которых определяется стратегия инновационного развития отечественного бизнеса. Для справки, в 2016 году по итогам форума в Сочи было заключено 255 соглашений на общую сумму свыше 720 миллиардов рублей. Предполагается, что в этом году количество и объем соглашений и инвестиционных проектов будет намного больше. Чувашия уже включилась в работу накануне, подписывая меморандум о сотрудничестве между Кабинетом министров и группой компании «Ренова» по созданию в республике цепличного комплекса. Документ подписали глава Чувашии Михаил Игнатьев и председатель Совета директоров Виктор Виксельберг. Речь идет о создании в Чувашии тепличного комплекса площадью 10 гектаров, строительство которого начнется уже в этом году. Наша республика – один из регионов, в которых группа компаний намерена увеличить объем инвестиций. И не только. Чувашия активно и предметно работает над совершенствованием профессиональной подготовки кадров для высокотехнологичных производств. И группа компаний «Ренова» готова подключиться к образовательному процессу не только как заказчик, но и как полноправный партнер. «Ренова» в Чувашии хорошо известна. В первую очередь такими крупными проектами, как «Хевил» и «Химпром». Именно они стали для обеих сторон успешным опытом, на котором строится дальнейшее сотрудничество. Виктор Виксельберг заметил бизнес-климат – понятие «общее», а организационно-административная поддержка властей республики – вполне конкретная величина. Уровень проектов, которые мы реализуем в Чувашии, в первую очередь это и проект, связанный с производством солнечных панелей, это, по сути, пионерский проект для России. И поддержка руководства республики, она в значительной степени является важным, очень необходимым элементом в решении разнообразных проблем. Поэтому сегодняшнее подписание соглашений о строительстве на территории республики тепличного комплекса, надо отметить, по очень передовой экономической технологии, это тоже не в последнюю очередь связано как раз с накопившимся опытом и пониманием и желанием, куда двигается республика. Это для нас рабочие места. Эта продукция будет продаваться на рынке России, а может быть даже перспективно на экспорт. Плюс он заканчивает модернизацию производства солнечных модулей, где сегодня улучшается намного коэффициент полезного действия. Общаясь с ним, получаю тоже очень много полезного и интересного, как нам нужно органам Васи лучше работать. Сегодня же в рамках инвестиционного форума «Сочи-2017» подписано партнерское соглашение о сотрудничестве между Чувашей и группой компаний БТК. БТК-групп – крупнейшая российская компания в легкой промышленности, специализирующаяся на разработке и производстве высокотехнологичной одежды для различных отраслей бизнеса. Среди партнеров – Аэрофлот, РЖД, Роснефть, Газпром, другие компании и корпорации. Кстати, именно БТК одевает сотрудников и волонтеров ведущих экономических форумов страны – Питерского, Арктического, Сочинского. Нашу республику БТК-групп рассматривает как площадку для возможной организации новых производств. О том, как сделать межбюджетные отношения более совершенными, говорили на заседании секции, в работе которой наряду с федеральными министрами участвовали руководители регионов. Что наиболее эффективно – жесткие бюджетные ограничения или, наоборот, смягчение административного регулирования и расширения полномочий субъектов. Региональная политика – вообще основная тема повестки форума, отметил премьер Дмитрий Медведев на пленарном заседании. И как сообщила нам творческая группа, работающая в Сочи, сегодня же подписано соглашение с Римским телематическим университетом имени Никола Кузана о сотрудничестве. Как начался год для промышленности республики и куда идти смотреть и пробовать новые сорта картофеля? Подробнее в репортаже с еженедельного совещания правительства республики. Где-то прибыло, где-то убыло. Так можно охарактеризовать ситуацию в промышленности республики в январе 2017 года по сравнению с январем 2016. Прибыло, например, в производстве автотранспортных средств, химических веществ и других. Но погода это не сделала. Прирост индекса промышленного производства по 11 видам экономической деятельности не смог перекрыть сокращение объемов в производстве пищевых продуктов, электронных, оптических изделий, электрического оборудования, доля которых в промышленном производстве составляет более 42%. Улучшение ситуации в промышленном комплексе республики по данным опроса предприятия ожидается в первом квартале 2017 года. Резервы у нас какие по промышленности? Год начинаем с падения. Мы ожидаем, что все-таки основные игроки, которые повлияли на снижение индекса в январе, в первом квартале и к концу первого полугодия уже выправят свою ситуацию. И это позволит нам достичь по итогам года 102,7% индекса. Хорошие новости озвучил Минфин республики. Бюджет я просто прочитал, там у нас какие-то фантастические цифры за январь. Республиканский местный бюджет в январе поступило 3,672,000,000 рублей. Против 2,693,000,000 рублей в январе прошлого года с ростом на 36,3%. Оптимистично продолжил и министр сельского хозяйства. В республике замедлилось производство мяса, однако ситуация должна исправиться. После некоторого простоя на проектную мощность должны выйти птицефабрика «Акашевская» и компания «Чувашбройлер». Также министр рассказал о предстоящей выставке картофеля. Она пройдет в Чебоксарах 2 и 3 марта. Выставка пройдет в выставочном комплексе «Контур». Заявку на участие в выставке подали 86 экспонентов на сегодняшний день из 22 регионов России. ВИИ – одна зарубежная страна, Республика Беларусь. Для участников и экспертов пройдут круглые столы и семинары. Для посетителей – презентации и дегустации. Ольга Пырочкина, Елизавета Зайцева, Андрей Шоклев, Республика. Михаил Игнацьев занял 23 место проекта национальной рейтинга, вошел в первую группу глав субъектов России. Такие данные опубликовал Центр информационных коммуникаций «Рейтинг». Очередное исследование в рамках проекта национальный рейтинг оценило деятельность губернаторского корпуса страны за январь-февраль 2017 года. Лидерами рейтинга стали руководители Ямала-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин и Москвы Сергей Собянин. В первую группу также вошли главы Татарстана, Башкортостана и Мордовии. Автомобилисты по всей стране жалуются, что с таянием снега с дорог начал сходить и асфальт. Не обошла эта проблема и столица Чувашии. На многих дорогах появились серьезные ямы, выбоины и трещины. О том, когда столичные дороги приведут в порядок, говорили сегодня на совещании в администрации города Чебоксары. Ямочный ремонт ведется в столице Чувашии практически круглый год. Только в феврале было отремонтировано почти 950 квадратных метров городских дорог. Рабочие латают ямы на улицах пострадавших от резких перепадов температур в круглосуточном режиме. Лечением дорожного покрытия занимаются 10 бригад. В работах задействовано 12 единиц техники. По состоянию на 27 февраля на основании предварительных подсчетов предприятий на улично-дорожной сети города требуется ямочный ремонт общей площадью не менее 3000 квадратных метров. Адреса проведения работ это улица Кукшумская, машиностроители Константина Иванова, коммунальная Слобода, Богдана Хмельницкого, Пирогова, Яковлево, Сугутский мост, Калининский мост, улица Калинин, Президентский бульвар, Марпасадское шоссе, проспект Мира, Максима Горького, улица Университетская, Соколова, Московский проспект, Московский мост, Игерский бульвар, проспект 9-й пятилетки. Справочно надо сказать, что самое худшее положение у нас было по Сугутскому мосту, на что израсходовано более 34 тонн асфальтобетонной смеси. На сегодняшний день подходы к подъезду к Сугутскому мосту и сам Сугутский мост отремонтированы. В ближайшую неделю ямочный ремонт на основных дорогах должен быть завершен. Но, как отмечают специалисты, дороги разрушают не только дождь, снег и мороз. Не меньше асфальтобетонное покрытие страдает от большегрузных фур, особенно в начале весны, в сезон распутицы. Именно поэтому с 20 марта по 18 апреля вводится временное ограничение движения транспортных средств общей массой более 5 тонн. Посты весового контроля будут размещены на Ядринском, Марпасадском, Канажском, Вурнарском и Алатарском шоссе. Также предусмотрена работа двух передвижных комплексов весового контроля на базе автомобилей «Газель». Работа пунктов весового контроля запланирована в круглосуточном режиме. Андрей Грушанин отметил, что в 2016 году было выявлено 15 фактов нарушения весовых параметров. В этом году пока один. Но, как сказал начальник управления муниципального контроля города Чебоксара Николай Каргин, не все больше грузов взвешиваются. Многие проезжают мимо. И эта ситуация требует особого контроля со стороны столичных властей. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика. Мир добрых дел. Трехлетняя Даша Иванова из Чебоксар продолжает бороться с опасной болезнью. Страшный диагноз ретинобластома ей поставили полтора года назад. Швейцарским врачам удалось спасти жизнь ребенка. Но для дальнейшего лечения необходимо собрать почти 3 миллиона рублей. И огонный вазовый букет, о-о-о, светкий сыграл, о-о-о, пашнице моей. Молодец! Такие небольшие домашние концерты Даша Иванова устраивает часто. Поет песни или читает стихи. И, конечно, как все дети играют вместе с мамой в игрушки. В паровозике герои любимого мультфильма. Про каждого из них Даша знает все. Как его зовут, какой у него характер и во что он одет. Правда, отличить персонажей друг от друга с каждым днем становится все сложнее. Давай проверь. А ты кто? Мама. Нет, я тебе кого показываю? Я не вижу. В левом глазу Даши живет злокачественная опухоль. Девочка уже перенесла одну операцию. За время лечения удалось добиться некоторых результатов. Швейцарские медики смогли обезопасить зрительный нерв. Онкология есть. У нее до сих пор есть активные очаги. То есть мы так и не вошли в ремиссию. На данном этапе у нас борьба за глаз, а не за жизнь. То есть жизнь в безопасности. Жизнь на две страны. Ольга с дочкой ездят в Швейцарию практически каждые две недели. Консультации, осмотры, курсы химиотерапии и сложнейшие операции. Буквально месяц назад доктора восстановили сетчатку глаза. После операции, конечно, было тяжело. Мы четыре дня, она не открывала глаза вообще. Мы ехали оттуда, то есть я ее несла на руках. Мы приехали после операции через две недели. К сожалению, нас не очень сильно порадовали. Лечащий нас профессор не может проводить основательное лечение из-за того, что он не видит всех активных очагов из-за плавающей сетчатки. Поэтому очень важно, чтобы сетчатка встала на место. Стопроцентных гарантий медики не дают. Как организм отреагирует на лечение и сможет ли победить болезнь, предсказать невозможно. Сейчас семье остается ждать и надеяться на очередное чудо. Могут сказать, что проще удалить, второй же глаз есть, но я как мама не могу этого сделать. Если есть возможность сохранить, я буду пытаться это делать. Мне кажется, что они помогут, и мы все-таки добьемся тех результатов, за которыми мы изначально туда ехали. В швейцарской лазанье маленькую Дашу ждут уже 2 марта. Сейчас семье удалось собрать полтора миллиона рублей. Сделать мир ребенка ярче и четче, чем можете и вы. Реквизиты указаны на экране. Можете мне вылечить глазки. Спасибо. Спасибо. Поддельный паспорт, фальшивое гражданство и смена места жительства не помогли мошеннику из Чувашии скрыться от правосудия. На протяжении нескольких лет сотрудники уголовного розыска искали преступника, опираясь только на его внешние характеристики со слов потерпевших. На днях оперативникам удалось задержать мужчину. Как выяснилось после задержания, мошенник оказался уроженцем республики Узбекистан. Проживал в основном в Чебоксарах. В 2015 году успел жениться. О сомнительном прошлом его избранница не знала. Этот человек был задержан за совершение мошеннических действий в отношении гражданки жительницы Маргаворского района, которая в ноябре 2011 года обратилась с заявлением о мошеннических действиях, о хищении у нее 46 тысяч рублей и золотых изделий на сумму 5 тысяч рублей. Кроме того, мужчина брал у местных жителей деньги под предлогом оказания помощи в развитии бизнеса. Сумма вложений варьировалась от 800 рублей до 150 тысяч рублей. Доверчивые граждане без особых сомнений расставались с деньгами, рассчитывая на продуктивное сотрудничество. Встречались и говорили, давайте бизнес вместе построим. А какого рода бизнес вы предлагали построить? Там всякие было. Зина открытия, не знаю, там вроде того. Но это небольшие такие, мелкие точки. Оперативники предполагают, что обманутых людей гораздо больше, чем заявлений. Неудавшемуся коммерсанту грозит лишение свободы от 3 до 5 лет. Татьяна Филатова, Игорь Зверев, Республика. Сегодня для православных христиан начался Великий пост. Он длится 48 дней и считается самым строгим постом. Во время него нельзя есть мясо, молоко и яйца. И все же основная суть поста в духовном очищении. В эти дни нужно примириться со всеми и признать свои грехи, искренне покаявшись. Закончится и Великий пост 15 апреля. На следующий день православная церковь будет праздновать Пасху. В ночь на воскресенье произошла первая подвижка льда в районе Чебоксарской ГЭС. С каждым днем лед становится все тоньше, но количество рыбаков не уменьшается. Вчера на левом берегу Волги спасательно считали 120 человек. По нескольку человек сидели на льду в районе городского пляжа и лодочной базы. В этот раз рисковые рыбаки отделались с предупреждениями и штрафами. Однако в другой раз расплатой за хобби может стать собственная жизнь. В Сочи завершились всемирные зимние и военные игры. Спортивная программа состояла из семи видов спорта. Это биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спортский, альпинизм, шорт-трек, скалолазание и ориентирование на лыжах. Российские спортсмены завоевали 11 медалей. Среди призеров и уроженка Чебоксар Татьяна Акимова. Татьяна Акимова завоевала серебро в индивидуальной спринтерской гонке и разделила золото вместе с Ульяной Кайшевой и Галиной Нечкасовой в женском командном зачете. В это воскресенье биатлонистка из Чуваши отправилась на этап Кубка мира в Пхенчан. Первые старты в корейской провинции состоятся 2 марта. В хоккей играют настоящие мужчины. Члены правительства и сотрудники столичной администрации вновь встретились на льду. За спортивными баталиями понаблюдал Дмитрий Ковалев. Команды Чувашского правительства и администрации города на льду встречаются часто. Очередная игра завершила зимний сезон. С первой секунды хоккейного матча ледовые дружины пошли в атаку. Уступать не желал никто. Высокопоставленные хоккеисты признаются, что по своему накалу эта игра отличалась от всех. Товарищеская встреча завершилась со счетом 1-0 в пользу администрации Чебоксара. Очередной хоккейный матч намечен уже на март. Бывают поражения, бывают победы, но самое главное есть куда и к чему стремиться. Дух победителя у команды кабинета министра был и есть. И я рассчитываю на всех членов правительства, что будут получать свои профессиональные качества. И мы будем забивать и побеждать, где-то и проигрывать. Это игра. Зато получили очень много положительных эмоций. В обоих командах немало игроков со стажем. Многие увлекаются хоккеем с юных лет. Мы занимаемся всеми видами спорта. Особенно, конечно, предпочитаем и любим хоккей. Потому что сам занимался с ним в детстве. Я 6 лет на коньках стою. Поэтому тут, как еще объяснить, люблю этот вид спорта. Понаблюдать за товарищеским матчем приехала и заместитель министра спорта страны. Марина Томилова отметила, что далеко не в каждом регионе члены правительства подают пример жителям и сами встают на коньки. Если руководители показывают своим примером, как надо дружить со спортом. И спорт помогает более эффективно выполнять свои государственные задачи. То, конечно, думаю, что от этого и динамика есть систематически занимающихся спортом. Судя по тем показателям, которые мы видим в государственной программе развития физической культуры и спорта, Чувашская республика, имеет постоянную динамику. И не случайно поэтому министерство спорта доверяет проведению крупных федеральных спортивных событий. Что касается крупных спортивных событий, то уже в сентябре столица республики примется российскую спартакиаду трудящихся. Дмитрий Ковалев, Дина Кустова и Игорь Зверев. Республика. Сразу после программы «Республика» полезная информация. Наши новости и программы смотрите на сайте НТРК21.ру. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашия. Компании «Инфолинк» 20 лет. За это время она стала ведущим местным телеком-оператором. Компания входит в число наиболее динамично развивающихся и эффективных предприятий Чувашия. А началось все это с того, что в 1997 году арендовалось маленькое помещение на последнем этаже здания одного из предприятий города. Там тогда размещалась компания «Инфолинк». В то время мы были не первой пейджинговой компанией, но была определенная уверенность, что это направление перспективное, что им можно заниматься. Мы занимались им до 2006 года. Сеть «Инфолинк» охватила Чувашию и Марий Эл. Пейджинговая связь составляла серьезную конкуренцию сотовой до появления GSM-операторов. В 1999 году рынок стал активно пополняться компаниями сотовой связи. Руководство компании «Инфолинк» стало выбирать дальнейшие пути развития. Выбор пал на IP-телефонию. С помощью телефонной карты можно было недорого и довольно просто звонить по России и за границу. Это направление успешно развивалось порядка 10 лет. Параллельно с телефонными карточками в республике возрос спрос на услуги интернет, ставшие еще одним видом деятельности компании «Инфолинк». В 1999-2000 годах стоимость часа работы в интернет составляла порядка 2 долларов. Услуга предоставляла связи информ Чувашия. Конкуренции никакой не было. И стали продавать наравне с телефонными картами еще и интернет-карты. Интернет от «Инфолинк» сразу стал пользоваться большим спросом. С 1999 года компания стала позиционировать себя интернет-провайдером Чувашской республики, развивающим домашние сети. А к концу 2000-х годов, помимо интернета, «Инфолинк» предлагает услуги интернет-телевидения и домашние телефонии. В 2010 году мы запустили цифровое телевидение, интерактивное телевидение. Чуть попозже запустили приставки. Где-то в 2015 году мы сделали свое приложение для просмотра телевидения на мобильных платформах. Такой универсализм нам позволяет не терять долю рынка, наращивать долю рынка и быть компанией, востребованной у клиентов. Опыт компании «Инфолинк» растет и становится востребован не только клиентами, но и другими участниками рынка и партнерами. Вначале стали проводить дни клиента в узком кругу. Затем появилась идея проведения тематических конференций и форумов. Одним из прорывных стал прошлогодний. Там было решено создать в республике IT-кластер. Впервые в послание главы Чувашии к госсовету были включены конкретные тезисы по развитию IT-отрасли, IT-индустрии и созданию IT-кластеров в Чувашской республике. Помимо основного своего направления, компания «Инфолинк» активно участвует в общественной жизни столицы Чувашии «Дети – наше будущее». Под таким названием каждый год в Чебоксарах в начале сентября проводится грандиозное мероприятие, посвященное детским мечтам и фантазиям. Проект для первоклашек города Чебоксары. И в 2016 году наш проект был номинирован и награжден как лауреат премии «Благое дело». Премия всероссийская. Номинантов этой премии было больше 160. Успех – это наши абоненты. С гордостью говорят сотрудники компании «Инфолинк». Их количество растет, а компания не стоит на месте и постоянно внедряет новые и востребованные услуги. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok